Итак, мы сегодня с вами познакомимся с отдельным структурным направлением в учении Григория Грабового. Итак, сегодня мы узнаем структурную структуру в учении Григория Грабового, что у нас есть немного отдельные структуры, которые одновременно всегда развиваются. Это учение о спасении в гармоничном развитии. Учение Григория Грабового о Боге. И в 25 июля 2003 года Григорий Петрович показал учение Григория Грабового о любви. И открыл основные принципы этого направления. И открыл основные принципы, которые совершенно прикладные к восстановлению здоровья, и для обеспечения гармоничного развития. Итак, мы рассматриваем первый принцип этого направления. Если рассматривать как Григорий Петрович проводит лечение, то мы увидим принцип его лечения. Принципом является, что в лечении используется структура та, которую Бог показал как создание человека любовью. Мы знаем, что в основе концепции спасения Григория Грабового находится то, что явления реальности мы воспринимаем в виде оптики. Поэтому мы сразу можем войти в это управление. Когда мы думаем про какого-то человека, мы хотим его исцелить или хотим восстановить свое здоровье, то мы рассматриваем в первую очередь оптику, как Бог создал человека любовью. Когда мы думаем о человеке, например, мы хотим уничтожить эту человеку, или, например, мы хотим уничтожить события в жизни этой человеке, то для того, чтобы сделать это, мы рассматриваем как Бог создал человека с любовью. Можно использовать для восприятия этого света создание человека любовью, произведения Григория Гробовова, проявления вечна, типа картину. И, например, если вы работаете с преборами, то для того, чтобы вы работаете с преборами, возрасте, то, что вы встретили, как Бог создает этот себя, как Бог создает. Вы можете также использовать эту картинку, который называется «Ла Манфестационная Тринита Трамит Л'Аморе», который вы видите на экране. Или, например, если вы работаете с прибором развития концентрации вечной жизни, или, если вы работаете с прибором развития концентрации вечной жизни, мы тогда, в маленькой ленте, выявляем этот свет, свет создания человека любовью. И когда мы, таким образом, рассматриваем человека, видим эту оптику, этот свет, свет любви Бога, какую проявил Бог? Любовь при создании человека. И поэтому, синтонизировавшись с этим кадром, мы видим эту луку, эту луку из-за этого человечества, из-за того, Бога, через любовь. И если мы концентрировали это, мы понимаем, что это луку, как это луку. Когда мы держим концентрацию на этой оптике, на этом свете. И когда мы держим концентрацию на этой оптике, на этой луке? Например, на произведения, на картине, или продвигая эту оптику, это действие против часовой стрелки, по линзам прибора. Мы делаем точно так, как делает Бог. Мы создаем, воссоздаем в норме любовь. Мы делаем так, как Бог делает. То есть, мы создаем, и создаем всё с любовью. При этом, когда мы видим движение управляющего импульса по линзам прибора, или когда вы смотрите перед собой восприятие, надо чувствовать душой, что да, этот свет, это и есть свет создание человека, любовью. И в этот момент идет, как бы, и корреляция с первичным уровнем создания. То есть, абсолютное восстановление в норме физического тела, события бесконечные счастливой жизни. Итак, мы должны научиться практически реализовывать первый принцип лечения человека. Это заключается в концентрации на той оптике, которая нам говорит о том, что да вот этот свет создание этого человека, любовью. И, в этом случае, для того, чтобы сделать это, мы concentрёмся на этой оптике, на этой луце, в том, что это луце, что корреспондает к луце для создания человеческого импульса через любовь. И, в том числе, это позволяет нам, и, в том числе, и, в том числе, и, в том числе, и, в том числе, создавший человек, Бог абсолютно здоровый. И, в том числе, в том числе, если вы работаете без прибора, ну, например, выявили в своём мышлении этот божественный свет. Вы продвигаете тогда как бы эту сферу со светом создания непрерывна в период, как области реализации. Убласть реализации всегда, по каждой задачи, всегда одна и та же. Это та область где уже реализована всеобщая воскрешение, где реализована всеобщая вечная счастливая жизнь, любое управление мы проводим в это будущее. И так, для практического применения основоблагающих принципов этого направления, необходимо воспринимать оптику. Так как концепция спасения Григория Грабового основана на том, что явления реальности мы воспринимаем в виде света, в виде оптики. И мы находим с вами это явление реальности, создание человека Богом. Какая эта оптика? И мы находим именно этот феноменом реализации. То есть, мы находим этот явление, создание человека любовью. Как это? Эти ответы на эти вопросы мы получаем в виде света, в виде оптики в своем мышлении. И мы получаем в концентрации на этот феномене. И мы изучаем как это феномене, например, из-за этого человечества, в виде Дио. И изучаем эту луку, и мы изучаем эту луку, и мы изучаем это внимательно. И вы можете заметить, что когда вы начинаете работать этим первозданным светом, этой любовью, воспринимаю в виде света, вы понимаете, видите, чувствуете, что ваши задачи сейчас решаются. И теперь, чувствуете это так, чувствуете это в форме луки, чувствуете, например, создание человечества из-за Бога с любовью, вы можете чувствуете, так же, создание вашего, как это было, вы можете также чувствовать и изучать все это в деталях с любовью, создание через любовь. Нужно научиться смотреть таким ясновидением на людей, видеть тот свет, любовь, который проявил Бог при создании человека. Когда мы не фиксируем те состояния, которые нужно исправить, а сконцентрированы на действии Бога, на той любви, которую проявил Бог при создании человека. Аплодисменты. этот тип этихtechов, мы видим, в общем смотрим таких теми мы можем также не concentрироваться и не сессировать их проблемы или их проблем и которые они ontехкости , но мы видим эти люди вsea премиидуне в ней вной которой Д92 премиидуло это создавал роман и создавал их особенно да Бритая концентрация.